Рено презентовало крохотный кроссовер Кайгер. На его фоне самый крупный хэтчбэк Сандера – машина классом выше, ведь новичок сразу на 9 сантиметров короче. А значит, шансов, что нас когда-нибудь удивят этим мини-паркетником, почти нет. То ли дело Индия, где машинам до 4 метров полагаются ощутимые налоговые льготы. Собственно, под эту страну Кайгер и заточен. Скромные литровые моторы тоже появились под капотом, исходя из тамошнего законодательства. Впрочем, скорее всего, ладноскройный малыш со временем появится и в других странах. Уже ходят слухи, будто этот кроссовер вскоре переведут на электротягу, чтобы затем под маркой дачи предложить публике старого света. В этом же форм-факторе небольшого паркетника для Индии скроено будущее Шкода Кушак. По легенде, Кушаком на санскрите называли короля или императора. Что же, посмотрим, станет ли недорогая машинка королем местных продаж. Перенесемся на родную землю, однако вновь продолжим обсуждать чешскую марку. Как известно, на старте продаж российский офис вывел новое поколение Октавии только со 150-сильным турбомотором 1.4. При стартовой цене под полтора миллиона рублей этот вариант трудно назвать народным. Однако вскоре лифтбэк примерит атмосферный 1.6 от дачи 110 сил. Этот двигатель, сборка которого налажена под Калугой, непременно сделает модель доступнее. Начать продажи начальной модификации представительства Шкоды планируют во втором квартале этого года. Тогда же под капотом появится и двухлитровый турбомотор мощностью 190 сил, что приходит на смену движку объемом 1.8. Что же, посвятим этот выпуск только маркам Шкода и Рено. Тем более, есть достойный повод. Французский бренд объявил старт производства нового Дастера. Впрочем, новый он только для нас, ведь европейцы получили второе поколение больше трех лет назад. Вопреки слухам, бестселлер пока не планирует перебираться на АвтоВАЗ, а сохранит московскую прописку. Притом, выпускать модель будут на модернизированном конвейере, где вся сварка теперь полностью передана роботам.